Бардовская песня может быть другой и звучать актуально в 21 веке. И это еще раз доказал Павел Фахардинов. Поэт-музыкант давно вышел за рамки традиционной авторской песни, и каждая композиция его исполнения – это моноспектакль о людях, жизни и вечных ценностях. Иногда окружающая действительность подбрасывает идеи не только для философских, но и иронических песен. Мне порой кажется, что иногда мои даже серьезные песни, если спеть с хитрецой, с такой, или там с полуулыбочкой, они сразу становятся шуточными. Павел Фахардинов родился в творческой семье и всегда знал, что будет музыкантом. Он благодарен за поддержку близким людям, которые к тому же самые строгие его критики. Павел не представляет своей жизни бесценной. По словам музыканта, в его голове ежесекундно витают слова и мотивы, которые в будущем станут песнями. Слушай, сынок, и запоминай, так вышло, что жизнь одна. Неважно, какие есть сейчас времена. Раиса Шишова познакомилась с творчеством Павла Фахардинова в клубе самодеятельной песни «Струна» и поняла, что бардовское направление в музыке вышло на новый уровень и переживает второе рождение. Девушка отметила, что своей манерой исполнения музыкант принес свежее дыхание в этот почти забытый жанр. Сразу понравилось, сразу зацепило, потому что очень интересные тексты, интересные рифмы и очень глубокий смысл в песне. И по-другому совсем представляется бардовская песня. Приезд музыканта и возможность увидеть и услышать живой звук стало для девушки настоящим подарком. Раиса хорошо знает песни Павла и с удовольствием подпевала ему весь концерт. Композиция игра – одна из тех, что стала знаковой в ее жизни, и ее слова она точно помнит наизусть. «Играй, не считая минуты, просто играй свои ноты, не думай о том, почему ты, помни о том, для кого ты». На концерте автор и исполнитель представил зрителям не только новые, но и хорошо знакомые большинству присутствующих песни, а также кавер-версии отечественных и зарубежных хитов. Каждая композиция сопровождалась одобрительными возгласами и бурными аплодисментами. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.